Франция и Великобритания будут участвовать в индустриальной программе Казахстана. Французские и английские компании подключатся к реализации инфраструктурной программы Нурлыжол. Об этом заявил президент Нурсултан Назарбаев по итогам визита в Париж. Глава государства высоко оценил результаты своей поездки в Европу. По словам Нурсултана Назарбаева, визит поднял на новый уровень взаимоотношений Астаны и Парижа. У нас традиционно хорошие отношения с Францией. Мы еще при прежней администрации Франции договорились о стратегическом партнерстве. Осуществлено 34 мощных проекта, 24 находятся в работе. Мы будем сотрудничать в области машиностроения, химии, энергетики, аграрного комплекса, образования и медицины. Для Казахстана это очень важно. Подключение и Великобритании, и Франции к осуществлению индустриальной программы и нашей инфраструктурной программы Нурлужол. От тех договоренностей, которые были достигнуты на этой неделе на самом высоком уровне, во многом и зависит благосостояние простых казахстанцев. Заводы и фабрики получат новое финансирование. Это значит, что в уже работающих компаниях люди не потеряют работу. Сегодня в стране стабильно развиваются больше двух десятков совместных казахстанско-французских предприятий. Производятся автомобили, солнечные батареи и продукты питания. 14 проектов на стадии становления, еще 10 в ближайшей перспективе. Назам Тенельбаева выяснила, как в непростые времена флагманы промышленности не просто удерживают, но и наращивают темпы производства и количество рабочих мест. Именно это предприятие стало темой диалога на самом высоком уровне в Париже. Переговоры казахстанской делегации во главе с Нурсултаном Назарбаевым помогут Кустанайскому предприятию не только увеличить мощность производства, но и наладить выпуск полного цикла моделей ведущего французского концерна «Пежо 301». Это и сварка, окраска, сборка кузов на модернизированной линии. Производственная мощность проектов рассчитана на экспорт в Россию и страны таможенного союза. Это уже более высокий процент локализации. Это сварка кузова, окраска, то есть это большие мощности, это новые рабочие места, которые в десятки раз превышают то количество рабочих, которое занято на крупной узловой сборке. Вот еще один казахстанско-французский завод. Детали, выпущенные в Усть-Каменогорске, уже используются при сборке самолетов Airbus. Технологии тут самые передовые. Участие иностранного капитала, а это 70 миллионов долларов, позволил Усть-Каменогорскому титаново-магниевому комбинату стать полностью интегрированным предприятием с объемом 10 тысяч тонн продукции в год. Словом, темпы производства растут, а значит, создаются и новые рабочие места. Создание новых технологических переделов позволит ООО КТМК создавая дополнительные рабочие места для людей, увеличивая экспорт казахстанского титана на мировой рынок и рост налоговых поступлений в бюджет. Еще один пример успешного казахстанско-французского сотрудничества компания по выпуску молочной продукции «Данон Беркут». Завод, который начал работу пять лет назад, после визита Нурсултана Назарбаева в Париж, будет расширять производство. Продукцией пользуются не только внутри страны, ее экспортируют в Кыргызстан и Узбекистан. Сейчас рассматриваются и другие рынки Центральной Азии. Мы начали инвестировать в Казахстан по нескольким причинам. В первую очередь, это экономический рост. Население растет, ВВП растет и другие макроэкономические показатели также позитивны. Вторая причина – это политическая стабильность, которая очень важна для инвесторов. И в-третьих, это географическое положение, потому что отсюда мы охватили всю Центральную Азию и Кавказ. Сейчас в Казахстане на стадии реализации еще 24 совместных с французским бизнесом проектов в самых разных сферах – от химической индустрии до медицины. Назовите Нильбаева, Игорь Нидор, Вячеслав Ветлугин. Итоги дня.